Глава восьмая. Книга Неемии. В первый день седьмого месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, перед мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать, и уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали, а подле него, по правой руку его, стояли Матифия, и Шема, и Аная, и Урия, и Хелкия, и Маосея, а по левую руку его Федайя, и Месаил, и Малхия, и Хашум, и Хашбад-Дан, и Захария, и Мешуллам. И открыл Ездра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа, и когда он открыл ее, весь народ встал. И благословил Ездра Господа Бога Великого, и весь народ отвечал Аминь, Аминь, поднимая вверх руки свои, и поклонялись и повергались перед Господом лицом до земли. Иисус, Ванайя, Шеревия, Иемин, Аку, Шавтай, Годия, Маосея, Клита, Азария, Иозавад, Ханан, Филайя, и Левиты поясняли народу закон, между тем, как народ стоял на своем месте. И читали из книги, из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Тогда Неемия, он же Тир Шафа и книжник Ездра, священник, и левиты, учившие народ, сказали всему народу, «День сей свят Господу Богу вашему, не печальтесь и не плачьте». Потому что весь народ плакал, слушая слова закона, и сказал им, «Пойдите, ешьте тучное, и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день этот свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость перед Господом подкрепление для вас». И левиты успокаивали весь народ, говоря, «Перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь». И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им. На другой день собрались главы поколения от всего народа, священники и левиты, к книжнику Ездре, чтобы он изъяснял им слова закона. И нашли написанное в законе, который Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в седьмом месяце в праздник жили в кущах. И потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря, «Пойдите на гору и несите ветви маслины садовой, и ветви маслины дикой, и ветви миртовые, и ветви пальмовые, и ветви других широколистных деревьев, чтобы сделать кущи по-написанному». И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи, каждый на своей кровли, и на дворах своих, и на дворах Дома Божия, и на площади у водяных ворот, и на площади у Ефремовых ворот. Все общество, возвратившихся из плена, сделало кущи и жило в кущах. А дни Иисуса, сына Новина, до этого дня не делали так сыны Израилевы. Радость была весьма великая. И читали из книги закона Божия каждый день от первого дня до последнего дня. И праздновали праздник семь дней, а в восьмой день — по празднеству по уставу.